Дом 2 Новые герои. Новые правила. Новые чувства. Старые участники больше не смогут никому помешать. У них есть все, кроме главного. Право голоса. Дом 2. Новая любовь. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Май Абрикосов пообещал убить любого, кто посигнет на их соленый пятизвездочный домик. Но, похоже, Дима и Марина не испугались этих угроз и вчера все-таки вселились в змеиный дом. А сегодня у нас выбор симпатии. Всем интересно, за кем встанут Солнце и Марина. Солнце может выбирать между Германом и Антоном. А Марина, даже начав совместную жизнь с Дмитрием, не прекратила заигрывать с Вадимом. Так что выбор девушек – главная интрига сегодняшнего дня. Наступил 765-й день нашей телестройки. Главная интрига прошедших суток состояла в том, осмелятся ли Дима с Мариной заселиться в пятизвездочное гнездышко Майя и Алены. Для этого Дмитрий позвонил Майю в Воронеж, чтобы заручиться его согласием. Но в ответ Май объявил ему войну. Дима принял вызов и сорвал с викдомика гер-пары Алена и Майя змей. Марина в то время, пока Дима решал их проблемы, заигрывала с Владом, который уверен, что совсем скоро она будет с ним. Сегодня день рождения Романа Третьякова. И Ольга Бузова тщательно готовится к этому событию. Привет! Ой, приветик! Ну что, говорят сегодня о твоем романе день рождения? Говорят, я еще вчера об этом говорила. Да, нет, я проснусь, думаю, что я буду делать-то рассказывать. Больше, чем дружбу у нас, ну что, не будет? Думаю, нет. Или ты уверен, Владимир? Чего ты мне такие вопросы тут раздаешь? Классно. Уверен, я не уверен. Классно. Тебе идет такая стрижка. Ты такой светлый волос. Спасибо. Тебе тоже. Классно. Не надо, мое будет. Я уже жду, когда же вырастет. Ты никогда так коротко не стригся, да? Нет. Первый раз в жизни. Ничего у меня было короче, чем у тебя сейчас. Да? Для меня это был большой шаг. Ты что ты делаешь? У меня задница. У меня колбузка. Некрасивая задница. Покажи задницу людям. Нельзя. Малинэ, ну, зачем он тебе нужен? Ну, оставайся со мной. Будь со мной. Я даже поближусь сегодня. Ты не можешь по себе, а специально. Молодец. Почистим мордом. Морда лица. Угу. Ну, а сейчас я знаю, что в интернете запускается новая история о том, что солнце ищет мужика. Вот в этом контексте... Ой, я надеюсь, что это и по телевизору запустится эта история. Да, но вот в этом контексте и по телевизору тоже солнце ищет мужика. А вот в этом контексте Герман и Антон, соответственно, не нужны? Может быть, и не стоит выходить на предвариловку за одним из них? Почему нет? У меня симпатичен Антон. Как бы с Германом все понятно. Это ребенок, 19 лет. И мы с ним вчера как бы на свидании дружеском все обсудили и выяснили, что мы будем друзьями. Поставили точку. Вот. А Антон мне приятен. Как я и говорила, то есть я еще не успела разочароваться в нем, да. В нем я вижу гораздо больше каких-то качеств, мужских и человеческих, нежели я к чему привыкла, да, в последние полтора года. Вот. И да, солнце ищет мужика. Только другое. Ну, такой человек, да. Ну, тогда предлагаю тебе выйти на предвариловку и объявить о том, что ищешь мужика. Это будет правильная реклама. Ты же должен понимать, что люди тебя заселили не потому, что они верят в твои отношения, а потому, что ты благодаритель о любимой. Я верю в его отношения. Что ты говоришь? Я верю в его чувства. Я верю. Слушай, Артон, я не знаю, сколько у тебя было девушек, я еще вчера. Нет, главное. Ну, говори, говори, не ори на меня. Говори, говори. Мы разговариваем, ты в параллели. Я не в параллели, то ты в параллели, дядючка. Я очень договорил с моей. Вот и Собчак тоже начинает меня убеждать, что ты любишь… Я тебе говорю, я еще не говорил никогда. Пойдем, дорогой, я здесь дима-то. Понимаешь, и Собчак мне тоже убежает. Нет, ты просто хочешь сделать им зло. Для меня они не существуют. Для меня есть Дима, у которого есть желание большое с Мариной быть вместе. И я лучше за него подумаю, чем за тех людей, которые мне неприятны. Ты знаешь, Марине на глазах желание быть с Димой вместе. Да главное, чтобы у Димы глаза горели, понимаешь? Я не понял. Если он сможет убедить, всегда так было. Дима, хорошо к тебе, и слава богу, что Дима что-то делает. Алена вообще его, как бы сказать, не воспринимала. А он за ней вот так. То же самое тут, только у Димы так же горели глаза. И к Айгюне, и к Леле, и к Насте Баберке. Не надо, не надо. И к Марине, и к Масе. Не рассказывай тоже. Я не вижу в нем каких-то изменений. Такие же жесты, такие же глаза, такие же пастуки. Я не вижу ничего, чтобы что-то гореть. Да, только вот давить начались сильнее со всех сторон. Да все тут друг друга давят. Хватит меня, задавили, я тебя смотрю. Не было еще ни одного разговора, чтобы не вспомнили. Дима, а Марина-то тебя не любит. Дима, а как же Маша? Знаешь, все всегда прошлое вспоминают. Почему никто не подумает о будущем? Может быть, все-таки Алена, не подумает о тебя. Ребята, знаете что? Это проверка отношений. Один есть факт, что этот домик может сблизить Диму и Марину. А вот Майя и Алену уже ничего разраслить не может. Когда сблизиться в большом доме, а когда там еще присутствует третье лицо Вадима, и Марина думает, а может, все-таки Ален с Вадима буду. Это что за селение? А кто для тебя Дима? Вот скажи, если сформулировать. Кто для тебя Дима и кто для тебя Вадим? Давай начнем с Вадима, наверное. Вадим, наверное, тот человек, который только пришел. Семь лично молодой человек. Хорошо общается. То есть Вадим все-таки на первом месте? Нет, я начала с Вадима, потому что как бы так это было проще сказать. А вот Дима, ну, мне нравится. Это раз. А Вадим мне нравится. Ну, тут совершенно чуть-чуть другое. Ты понимаешь, как это Вадим, ну, это... Как это игра. Вот что-то такое. Ну, ты не думаешь, что заигралась, Марина? Заигралась? А в чем? Ну, в том, что никакой определенности нету вот в твоих пристрастиях. От этого многие считают, что Дима тебе вообще не нужен, что у тебя нет к нему чувств. И получается, ты сама для себя роешь яму. Непонятно зачем. Нет, у Вадима-то я вообще не держу на самом деле. Он как бы сам ко мне тянется, мне приятно с ним общаться, не более. Как бы так вот, ну, как Руслан, как Антон, как все остальные. Вот тоже самое, не более. Только Вадим проявляет более, больше интерес там, чем... А Дима, понимаешь, он думает, что вот все. Вот он взял вот так, в охапку вот так вот, круг, и вот ей вот его навеки. Как бы так. Это не так? Ну, я думаю, так. Но он слишком, слишком летает высоко. Он маленько на землю опустит. Несмотря на то, что Марина заселилась в домик с Дмитрием, да, все равно всем очевидно, что она с тобой флиртует и заигрывает. А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, сегодня она может встать с тобой на предварительном голосовании? Есть возможность. Потому что, в принципе, я с ней разговаривал на эту тему. Она говорит то, что ей хорошо с Дмитрием, но она хотела бы все-таки что-то у нее есть в душе. Она говорит, меня к себе тянет, в принципе, немного. Смотри, тут такая двойственная ситуация. Ты не понимаешь, что она просто пытается мстить Дмитрию за Машу? Есть, есть небольшая доля вот у меня, как говорят, сомнений, вероятности, да. То, что вот она как бы играет, заигрывает со мной. То есть она как-то что-то Диме хочет сделать больно. Вот, ну, разговаривал же опять с ней, она говорила, что она мне очень симпатизирует. Я пытаюсь сделать, я приглашу ее завтра на дружеское свидание. Я доволен. Я замечаю, что она, в принципе, со мной бы готова что-то придумать. Но не знаю, вот почему она с Димой остается. А ты думаешь, вообще у Димы есть чувство отморения? Я думаю, нет. Нет, да? Я думаю, нет у нее никаких чувств. Это всего лишь зацепка, да, для того, чтобы продержаться подольше на проекте? Ну, может быть, не на проекте, может быть, там, заселиться в доме, может быть, он там Маю за что-то хочет отомстить, выгнать его из домика. Возможно, нет. Нормальная девушка-то подошел, сказала, сказала ему, какой хрен ты лежишь, он сам подошел, я сплю. А ты ничего не чувствуешь, типа, да? Ну, какая плохая. Какая есть? Нахалка. Ужас. Маэстро, музыку! Лапа. У тебя сегодня праздник, и тебя я люблю, и тебя на день рождения я тебе подарю. Ну, а тот, кто не знает, тебе сегодня 26 лет, и я хочу, чтобы ты понял всегда, лучше тебя на свете нет! Рожжение не нужен. А Дима люблю. Смотри, это дело. У Дима я люблю. Что-то не видно, что ты его любишь. Почему? Ну, только из-за того, что я здесь с тобой рядом сейчас. Если бы ты любила Диму, ты меня вот палкой бамбук выпрыгнула. Да, ты прав. Ну, значит, не любишь, видишь, как он. А я настойчиво ухожу за тобой неделю. Герман пришел, и... Дима, представь, что ты девушка. А чего так вырати? Да, дорогой. И представь, что ты солнце. О-о-о. Пожалуйста. Угу. Так сидишь, я подхожу. Да, его как никто может представить себя. Да, что я девушка, что я солнце. Ну, попробуй. Вот, подожди. Я просто хочу, как это будет. Я подожду так? Что пришел? Выйти. Солнце, у-у-у, я больше не могу. Я не могу терпеть, я больше не могу. Ты поверь, что я люблю, я люблю. Нет, не только. А-а-а-а! Что, на предварелке я за ним выхожу? Как хочешь Ну, выходи за Димой Ты же не нравишься? Не, ну, что ли на своем тогда? Ты, может, не нравишься, да? Ну, почему нет? Ну, я знаю, ты мне это заговорила Что? То ты не нравишься? Да Ну, ты как человек не нравишься А внешне я тебе не нравлюсь А я знаю, что я тебе должен нравиться внешне Потому что темным женщинам нравятся светлые мужчины А светлым мужчинам нравятся темные женщины А в чем причина твоего умолчания сегодня? Ты встала вообще? Во-первых, я не выспалась Это раз, я приехала рано утром Во-вторых, плохо себя чувствую Когда человек не высыпается, у него дар речи теряется просто Просто мне не хотелось разговаривать Не хотелось разговаривать? Просто не хотелось разговаривать, да У меня есть на это какие-то свои особые причины, допустим Иногда у меня такое бывает Я тебе об этом говорила и не раз Я не люблю разговаривать, допустим В какой-то определенный момент Когда мне там плохо Одно дело, когда не хочется разговаривать вообще Или именно со мной Потому что я увижу, что именно со мной не хочется разговаривать Почему? Я со всеми разговариваю? Без различия я вижу, да, без различия Ну еще не будем разговаривать, что еще мы не будем Марик, я тебя изначально предупреждала, что у меня немножечко другие к тебе чувства, чем у тебя ко мне Оля, послушай, я сейчас не кричу Оля, почему ты меня не любишь? Я тебе этого не говорю, я говорю о другом Я же не кричу тебе сейчас о любви там И почему? Давай люби меня быстро Я к тебе сегодня совершенно спокойно подошла, спросила, Марик, в чем дело? Ты о чем ты думаешь, что? У тебя какой-то забуд, что какие-то у тебя в башке летают мысли И определиться ты не можешь Да Ну не знаю я, ну не знаю Ну вот смотри, да, Актория, ну посмотри сама И все, вы не начинаете кушать Что ты сама себе врешь? Дуреха Вот что мы делаем Вот я, Дима Нет, я Диму люблю Вот так Диму люблю, хорошо Они же в черную бассейне в своем Я вижу, неправильно, с кем я не вижу А он с тобой лежит Да Ладно Нет, вы держите Не переживай Вау Что это? Суки Что это? Все возня пойдет Все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Тебе не кажется, что наши отношения ни к чему не приведут? Хорошему Не знаю, тебе кажется, что сидится нужно Я просто вчера об этом долго дула Я когда выехала за периметр И ты знаешь, я даже Даже не соскучилась просто Реально Когда я выезжал, ты соскучилась А когда ты выехала, ты не соскучилась Угу Там, видишь, как бывает в жизни Бывает Бывает так и так Не найдешь, не потеряешь Я просто, на самом деле, подумать на эту тему очень хорошо Да, ладно, давай подумаем Вадим Что ты сейчас сделала? Ничего, все хорошо Все уже должно было всплыть давным-давно Что всплыть? Еще три дня назад должно все это было всплыть Четыре Что именно всплыть не могу поесть? Что я тебе нравлюсь, а не Дмитрий Что я хочу Что ты хочешь быть со мной Вот что должно было всплыть Ничего ты грузишь ее Ничего не грузу Вдавариваю вот Она говорит, что должно быть Сыркуетесь, да, или что вы Нет, что должно быть Вот это и должно быть Стоим, общаемся Объясняемся Что мне там люди передают Вот тут ты лежишь с ним на кровати Короче, он тебя в шею тут целует В шею? Неправда такого не было А лежали на кровати? Да А какого хрена ты с ним лежишь на кровати? Потому что я спала А он подошел И потом что? А потом мы лежали И ты осталась лежать, да? Да, потому что я спала Ну лежи, лежи Да ладно, Димар, что это? У меня ничего Общались вы с ней, общались? Общаться надо Есть интимная зона, а есть зона дружеская А что ты орешь? Сиди и спи дальше Ты говоришь, что Ну вот я не хочу тебя научить Ну абсолютно Никто, никто не научит Так это же замечательно Никто не научит Так это же замечательно Ну хорошо Ну общаемся Ну замечательно Клево Все же, пожили в домике Живем еще Мне тут очень нравится Мне тоже нравятся в домике Но Ты знаешь Вообще проект Против фиктивных пар Ну я не скажу Что у нас фиктивная пара Ну изначально Ну да Ну вот Допустим Ну вот смотри Вот с моей стороны Получается Есть симпатия Ну есть Но Но этого мало Марик Мало Мало А я не могу Может Сделать так Чтобы вспыхнула любовь За неделю или за две У меня Тем более у тебя Знаешь Может Может для этого Нужен месяц Два Три Полгода Да Я тебе говорила Не веришь Не Просто Просто Не знаю Не знаю Не хочу Может Так что-то получается Я думаю Не знаю Не любит она тебя Ты себя как шалава уйдешь Ясно Я Нормальная девушка Ты подошел Ставила Сказала ему Какого хрена ты лежишь Он сам подошел Я сплю А ты ничего не чувствуешь Типа Да Какая плохая Какая есть Нахалка Ужас СМЕХ СМЕХ Тебе тоже приготовил Маленький сюрприз Давай Я приглашаю тебя Пересесть на этот стул О Куда-нибудь выдвинь его И возьми Сейчас Я тебе сыграю песню одну Куда-нибудь выдвинуть Это песня Такой несчастной любви И я боюсь Чтобы этого никогда У нас с тобой Не произошло Ну что же Как поется в песне По статистике На 10 девчонок 9 ребят Но это явно не про нас Потому что сегодня у нас Девчонок раз-два Общелся Ладно Вызовем сюда Дон Жуана Самую светлую голову Самую светлую голову Нашего телепроекта Это Великий Дон Жуан Который писал письма Новосельцев Пел Пел песни И собственно говоря Дмитрий Выходите сюда Пожалуйста Я хочу отпустить Своё сердце в небо Может быть Оно прилетит К той девушке Которая действительно Меня полюбит Сейчас мы его запустим Давай Дмитрий Я пыталась Это сделать когда-то Неудачненько было Скажу тебе сразу А у меня удачно будет Так Ребята Димочка Ты отпускаешь Своё сердце Потому что Потому что Я своего один И это классно Свобеда Диман Диман Мы поддерживаем тебя Марин Тишина, ребят Марин Может быть Всё-таки Не будем Отпускать сердце Дмитрия Да нет Вы что Он уже залетел А пускай летит Ну Тоже вариант Как говорится Дмитрий Ты одиночка Вставай Ну что же Дмитрий Своё сердце Отпустил Но По-моему Кто-то его поймал Например Руслан Ещё давно Так Так Смотрите Я сейчас Я вам скажу Пару слов В особенности Виктории Вы говорите Всё время Что я не дарю Подарков Но Те полотенца Мы помним В прошлом году Нет Я не об этом Я о том Что все цветы Которые находятся В периметре Дома 2 Принадлежат Моей девочке Виктории Я ей дарю Через день Свежие цветы И надо давить на меня И для Буд И Так как я Самый крутой Рэпер Значит в будущем У меня будут Машины Самолеты Яхты И бриллианты Для моей женщины Виктории Бриллианты Но для бриллиантов Нужна шкатулка Шкатулка Раз Подождите Я положу Чтобы были бриллианты В будущем Что там Прекрасно Все Браво Спасибо дорогой Рэпер А когда уже будут Бриллианты Вместо шкатулки Первый уже там внутри Виктория покажи бриллианты Следующий Этот Мужчина в полосатом Когда-то у него была Полосатая красная маечка Подаренная Аленой Водонаевой А теперь что-то Вот с зеленцой Я подумал Может в мае подарить Может в мае подарить Ну выйдем Может в мае К сожалению Сегодня нет Он уехал с Аленой Воронеж Ну может быть Кто-то побазарится Вот на этот Модненький свитерочек В полосатом Не побазарится А позарится Я позарюсь Ооо Солнышко Спасибо Ну вот Нам еще Надо кое-что сказать Мы вот Второй раз Или третий Я уже не помню Какой раз Поддерживаем друг друга Типа братья по несчастью Ну типа того Да Но помимо этого Конечно мне Антон симпатичен Как мужчина Но мне невыносимо Находиться одной на телепроекте И пока Меня еще Антон не добился Я хочу сказать Что я жду Молодого человека Если у кого-то есть желание Отбить меня у Антона Пока Еще раз Я зафиксирую То что было сказано И скажу Ребята Очаровательная девушка Ждет того принца Который очарует ее Но пока Это место займу я Поэтому приходите И покоряйте ее Антон А ты никогда не пробовала Я Антона только что взяла на работу Пиар-менеджером Скажи пожалуйста Ты никогда не пробовала работать в магазине У тебя хоть очень хорошо получается Продавать вещи Отдавать Понимаешь Пиарить Вот недавно Ты отдал свою девушку На лобном месте Например Опять же сейчас солнце кому-то предлагаешь Нет Сейчас он меня повысил в цене Ты прямо вот сутенер я смотрю Только за это деньги не берешь Если здесь на проекте существует игра И мелочность И те качества Которые я ненавижу В девушках Если это есть Я буду сутенером Когда я увижу настоящее сердце Я буду по-настоящему любить А ты солнце не видишь Что у нее настоящее сердце? Не разглядел еще Ну вот Одень очки и посмотри У нее большущее сердце Требующее любви Давайте поаплодируем Который отпустил Димка? Герман? Что-то как Да Уж полночь близится А Германа все нет Пиковая дама Точнее солнце уже взошло С Антоном За спину Бородиной А луна наступает Да, луна наступает Ну, Герман Что? Не оправдались наши ожидания, да? Не оправдались Возможно, пока Проходи, Герман Еще У нас есть один мужчина И не один, а целых три Но хочется Прежде всего Вызвать вот этого Мужчину В голубом Марика Мы так решили Мы так решили что? Мы решили расстаться Ребят, я прошу вас Помолчать, пожалуйста Оль Решили расстаться с Мариком Я не хочу мучить человека Просто Она мне не мучает Ну так Зачем вы вселялись в домик? Ну, а зачем люди вселяются в домик? Проверить свои отношения Правильно? Слушайте, наверное Это все-таки очень плохо было И очень опрометчиво С твоей стороны, Дмитрий Вчера снимать вот этих змей сверху Они походу приносят неудачу Действительно Они расползлись Они расползлись, по-моему По домикам просто Что происходит? Извините, у нас все в порядке Ну, подождите Я еще вас не вызвала Значит, вы сейчас официально заявляете Что вы расстались Да Ладно, подробности Мы подробности узнаем на лобном месте А сейчас давайте поодиночке Или ты желаешь за кем-то стать другим? Нет Идем Мария, иди тоже к нам Практически Мэнн в коричневых очках Мэнн Блэк Welcome Тут за предварительное голосование И, смотрю, ботиночки ты начистил Начистил, начистил Старался, старался Чтобы отражение Старался, да Я ждал долго, на самом деле, этого момента И вот он пришел Вот эта красивая женщина В данный момент Моя Тут у тебя две красивых Нет, вот есть одна единственная Вот эта вот А-а-а Смотри Что ты делаешь-то, Хау? Я тебя поцелу Я украдую Извините уж, пожалуйста Браво, браво Все перемешалось в доме Обломских Да А давайте, наконец-то, посмотрим The real love story It's Степанида Менщиков И it's Bonnie M No, sorry Bonnie Victory Welcome to the stage, my man Don't fall down Don't fall down? I don't see you fell down Во-первых, это тебе Символизация Что? Символизация? Того, что мы будем вместе Тебе тоже приготовил маленький сюрприз Давай Я приглашаю тебя пересесть на этот стул О-о-о Семь Куда-нибудь выдвинь его И возьми сейчас Я тебе сыграю песню одну Куда-нибудь выдвинуть? Это песня о такой несчастной любви И я боюсь, чтобы этого никогда у нас с тобой не произошло Над землей летели лебеди солнечным днем Было им светло и радостно в небе вдвоем И земля казалась ласковой им в этот миг Вдруг по птицам кто-то выстрелил И вырвался крик Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей Без любви твоей Небо все грустней Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей Красотой своею нежной Сердцем не согрей В небесах искал подругу он Звал из гнезда Но молчанием ответила Птице беда Улететь в края далекие Лебедь не мог Потеряв подругу верную Он стал одинок Ты прости меня, любимая За чужое зло Что мое крыло Счастье не спасло Ты прости меня, любимая Что весенним днем В небе голубом Как прежде Нам не быть вдвоем И была непоправимой Это беда Что с любимой Не встретиться Он никогда Лебедь вновь поднялся К облаку Песню прервал И сложив бесстрашно Крылья На землю Упал Я хочу Чтоб жили лебеди И от белых стай И от белых стай Мир добрее стал Пусть летят по небу Лебеди Над судьбой моей Над судьбой моей Летите В светлый мир людей Мир добрее Ой Какой красивый Мир добрее Берег Мир Сибирь Песня У меня знаете, какая версия есть? По-моему, завтра мать с Аленой возвращается, да? И отличный повод соскочить с темой вип-домика из конфликта с Аленой и с Маем. Это просто выселиться и кинуть Диму. Вот и всё. Я счастлив, что случилось всё так сегодня. Я добился той женщины, которую хотел всю неделю просто обнять, поцеловать. Наконец-то она сама встречается, Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Хотел всю неделю. Это серьёзная заявка на успех. Но, Вадик, я тебе могу сказать честно, вот мы тебя недооценивали. Вот, конечно, у меня было полное ощущение, что парень-то хороший, но с таким зубром, как Димон, конечно, тебе не справиться. А ты вот просто молочинка. Вот действительно, мы не ожидали, а ты вот так взял Маринку в свои цепкие мохнатые лапки и увёл за собой. Чего вообще произошло? Марин, вот скажи, пожалуйста, почему так быстро всё в твоей жизни поменялось? Знаешь, вот на самом деле, вот эти три дня я ходила сама не своя. То есть не могла понять, что как бы я чувствую к Диме и к Ваше. Ой, ну Марин, про три дня, может, не заливать. Нет, серьёзно. Мы с тобой только днём разговаривали. Ну днём это уже было, днём мне нужна была какая-то точка. То есть эта точка как бы решилась. Я сегодня спала, подошёл, Вадик, я поняла, что всё, всё не хочу. Я буду как бы так решать, думать. То есть я сегодня сделаю свою... Признайся честно, вот лучше, знаешь, признать ошибку, чем до конца от пятницы. То есть, а в чём мне признаться? Признайся честно, что всё-таки с Димоном это больше была игра, чем какие-то... Нет, ну почему же игра? У меня на самом деле, мне очень нравится, как человек... Нет, ну так он тебе нравится, как сильный игрок. Давай честно. Ну почему же как сильный игрок? Нет, 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 я с тобой поспорю на этот счёт. На самом деле, то есть как бы... Как мужчина-то. Ну ты понимаешь, вот домик на самом деле всё решил. То есть я поняла, но я не смогу, не смогу я быть в домике человеком, который у меня как бы так... Все-таки Виктория и Настя Дашкова. Виктория, как бы, как пророк сказала, и она была права, понимаешь? Он очень хороший человек, но вот не получилось. А что не так-то, Марина? Не понимаешь. А когда была Маша, понимаешь, какая-то была тяга, тяга, как к мужчине вообще. А вот в домике, я не знаю, что случилось, то есть вот, когда Маша ушла, как обрезалась. Дима, твоя версия событий, что произошло сегодня между тобой и Мариной? Ничего не произошло. Марина сделала свой выбор, все. Почему же вторая девушка на проекте делает свой выбор не в твою пользу, при всей твоей яркости? А кто первая? Первая Маша. А что Маша? Маша тоже отказалась от тебя, и только потом, когда поняла, что дело идет о ее жизни на проекте, стала проявлять знаки внимания, а до этого тоже дала тебе отворот-поворот. Почему так происходит? Дим, мы же не пытаемся сейчас на тебя наехать, просто давай разберемся. Может быть, это поможет тебе самому в дальнейшем строить по-другому отношения? Потому что я вижу, что ты расстроен по-настоящему. Да нет, наверное, дело в том, что да, я, находясь на проекте, постоянно играл, играл, но с Мариной я не хотел играть, поэтому, соответственно, и проиграл. Согласись, что у Марины были причины тебе не верить, и были причины к тебе разочароваться еще давно, на самом деле. Ну, я согласен, да. Но ты думаешь, это окончательное решение? Я не знаю, это не надо спрашивать. И у меня оно окончательное. То есть ты не примешь Марину обратно, если захочет тебе вернуться? Я сейчас вообще ничего не знаю. Марин, вот у меня такое ощущение, что на самом деле тебе не нужен ни Вадим, ни Дмитрий. У меня ощущение, что это наоборот. Можешь сказать что-нибудь на эту тему, Санк? Что я? Да, ты просто такие звуки издала, что я поняла, что вот есть единомышленные. У меня не заткнуть. У меня тоже есть ощущение, что Марине не нужен ни Дмитрий, ни Вадим. И все-таки интуиция есть не только у женщин, но и у всех. Потому что все помнят начало отношений Димы и Марины, когда все сказали, ну, Дима, конечно, ты сейчас счастлив, но не обольщайся, потому что Марина с тобой до прихода новых мальчиков. Может быть, все забыли, потому что после прихода новых мальчиков этот вопрос всплывал опять, да? Но вот Марина оттянула еще на целых 4 или 5 дней, и итог все равно тот, который предсказывали абсолютно все. Санк, а почему Вадим-то ей не нужен? Что? Почему Вадим не нужен? А Вадим, почему? Да, в итоге я тоже... А я считаю, что и Диму я считаю игроком, и Марину я считаю игроком, Вадима я еще не раскусила. Марина, как игрок, не может не понимать, что ей выгоднее на проекте быть именно с Димой, а не с Вадимом. Он сильнее явно на сегодняшний день. Она молодой игрок, она пока еще не понимает. Я не понимаю, собственно, что ты говоришь, ты понимаешь? Дима говорит, что он не играл, как ему можно было поверить после того, что он сделал? Я на самом деле до конца ему не верила. Что он сделал? Ну что он делал? Я вохожу за Машей, я уйду, я не уйду, я остаюсь. Ну вот это вот слово мужчина, ну ты понимаешь, на самом деле это бьет, бьет по самолюбию, бьет по живому. Я же как-то к нему вернулась, зачем же ты говорила, что у меня было к нему более жестоким образом. Как человек, как мужчина. Ну понимаешь, ну после таких событий, Марин, если ты уже тогда это для себя так отметила, то зачем же было с ней? Я думала, я хотела поверить, и он меняется. То есть думаю, блин, ну если человек, как чувство... Хорошо, солнце, но вот ты не ответила на вопрос. У меня знаете еще какая версия есть? По-моему, завтра мать с Аленой возвращается, да? И отличный повод соскочить с темой вип-домика, и с конфликта с Аленой и с Маем, это просто выселиться и кинуть Диму, вот и все. Да, но у нас есть еще одна пара, которая, опять же, не буду говорить о своем уме и интеллекте все-таки, да, не буду, буду скромнее. Но действительно ведь вот какие-то ощущения внутренние сыграть нельзя. Чем и хорош наш проект Дом-2 в том, что каким бы ты ни был игроком, сыграть то, что тебе приятно с кем-то просыпаться в одной постели, сыграть какие-то обнималки, сыграть чувства, невозможно. Потому что чем меньше этих чувств в тебе есть, тем больше тебя начинает раздражать человек. Разве нет? Нет. А как все? А можно и делать? Были чувства? Да нет, все нормально. И как бы я предупреждала Марика о том, что, возможно, они не появятся. То есть он сам знал, на что он идет, в принципе. Тогда смысл насиловать себя был. Так никто себя не насиловал. Так она не насиловала. Почему? Мы заехали в доме, попробовали. Нет, а зачем ты решила ставить над собой этот эксперимент? Ради чего? Если вот чувств не было... А я тебе говорила на тете, Ксюша. А я тебе говорила, я устала быть одна, я одинокий человек. Почему бы и нет? Почему, если за мной человек ухаживает, и это приятно. Я предлагаю кандидатуру Германа, Ольга, потому что он тоже одинокий. Я предлагаю... И ты одинокий человек. А я категорически говорю. Более того, Ольга, Герман одинокий мужчина с квартирой. В Москве. В Москве. В двух комнатах. Нет, спасибо большое. Почему бы тогда по этой логике с ним тоже не попробовать? Ну нет, что вдруг появится. Нет, 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 мне Герман просто не симпатичен. А Марик симпатичен? Марик был симпатичен, и в принципе он мне как человек очень нравится. Хорошо, из-за чего вы сегодня расстались? По моей инициативе. Из-за чего? Была причина? Объясняю, потому что нет чувств. Я не могу жить с человеком, у которого нет чувств. Есть симпатия, чувств нет. Что сделать? Сегодня в нашем городке распались целых две пары. В этой ситуации радует только то, что ребята следуют именно своим чувствам и не размениваются ими ради игры. Ну а мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Как-то летом мы приехали сюда. За проектом наблюдают вся страна. Мы мечтали все пять кастингов пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти. 15 клёвых людей на проекте Дом-2. Знами Ксения Собчак и Ксюша Пародина. Ксюша Пародина.